Открыв себе дорогу к звездам, человечество практически сразу начало мечтать о межзвездных и межпланетных полетах. Возможно, что и мы с вами среди этих романтиков. Но за последние сто лет мы осознали, что расселение по галактике вообще может оказаться непосильным для человечества делом. Ведь чтобы проделывать огромные межпланетные расстояния, человечеству нужны более совершенные двигатели и космические корабли, которые смогли бы передвигаться со скоростью света или хотя бы приблизиться к этим скоростям. В противном случае мы так и состаримся в этих челноках, так и не добравшись до цели. Конечно, эти аппараты, прототипы, двигатели существуют, правда лишь в трудах писателей и фантастов. И некоторые из них даже находят свое графическое и научное воплощение. Одни уже реализованы, другие же десятилетиями находятся в статусе прототипов, а третьи на грани фантастики и очень спорны. Но вдруг они рано или поздно сработают? Долгое время ученые и инженеры разных стран работают над созданием альтернативных космических двигателей, которые могли бы разгонять корабли до рекордных скоростей. Предлагаем рассмотреть 7 основных идей из этой области. Проект номер один под названием ЯЭДУ. Компактный газоохлаждаемый реактор на быстрых нейтронах. Принцип работы здесь в скорости вылета рабочего тела, которое на порядке выше скорости истечения газов химических двигателей. Топливом будет служить карбонитрит урана, который на 20% более высокой, реакторах степенью обогащения изотопом U-235. В качестве теплоносителя выступает гелий-ксеноновая смесь, нагревающаяся в ходе работы до 1500 градусов. Достоинство этого проекта в очень высоком ресурсе двигателя и больший межремонтный интервал, а также возможность десятилетней эксплуатации. Разовое включение при придании ускорения может быть длительным, что в конечном счете позволит летать еще быстрее. Двигатель, получающий энергию от ядерного реактора, будет работать все время полета, в первой его половине разгоняя корабль, во второй тормозя его. Плюс космический корабль с таким двигателем будет иметь способность маневрировать и ускоряться, в отличие от прочих установок, способных лишь разогнать, а дальше двигаться по заданной траектории. Корабль с этим двигателем позволит за 30-40 дней добраться до Марса, а затем благополучно вернуться, в то время как полет с использованием современных двигателей может занять куда больше времени. Проект номер два. Двигатель представляет из себя конструкцию под названием IM-Drive, представляет собой сосуд цилиндрической формы. Внутри этого изделия расположен магнетрон, излучающий электромагнитные волны, такой же как в обычной микроволновке. Его будет достаточно, чтобы создать очень маленькую, но вполне заметную тягу. Создатель объясняет работу своего двигателя через разность давления электромагнитного излучения в разных концах двигателя. Благодаря этому создается тяга, направленная в сторону узкого конца. Возможность такой работы двигателя не раз оспаривалась, но во всех экспериментах установка Шайра показывает наличие тяги в предполагаемом направлении. Изобретение проверяли в самых разных условиях, в том числе и в вакууме, где оно показывало наличие тяги в 20 микроньютонов. Конечно, это очень мало относительно химических реактивных двигателей. Однако, по словам разработчиков, IM-Drive может эксплуатироваться сколько угодно, поскольку работу магнетрона могут обеспечивать солнечные батареи. И это действительно делает его довольно привлекательным проектом. В теории, зонд с таким двигателем за примерно 10 лет полета сможет получить ускорение до 600 км в секунду. Это примерно дистанция в 660 астрономических единиц. Для сравнения, скорость аппарата Паркер составила всего 194 км в секунду. Впрочем, чтобы полностью доказать работоспособность двигателя, необходимо провести еще множество измерений и избавиться от побочных эффектов, которые могут порождаться, к примеру, внешними магнитными полями. Третий проект, на который стоит обратить внимание, это электрический парус. Как мы знаем, Солнце излучает не только фотоны, но также и электрически заряженные частицы, вещества, как электроны, протоны и ионы. Все они формируют так называемый солнечный ветер, ежесекундно уносящий с поверхности светила около 1 миллиона тонн вещества. Солнечный ветер, как и ветер воздушный, вполне пригоден для путешествий. Надо лишь заставить его дуть в паруса. Благодаря электронной пушке, излучающей против направления движения, приобретает положительный заряженный потенциал. Так как масса электрона примерно в 1800 раз меньше, чем масса протона и альфа-излучение, будут отталкиваться космический аппарат, создавая тем самым реактивную тягу. Если все получится реализовать, то космический аппарат с этой технологией сможет достичь гелиопаузы, то есть границы магнитного поля Солнца, всего за 10 лет. А это очень быстро. К примеру, чтобы пройти это расстояние, зонду Войджеру потребовалось бы 135 лет, или примерно 120 астрономических единиц от Солнца. Далее ионный двигатель. Поток заряженных частиц вещества, то есть ионов, излучает не только звезды. Ионизированный газ можно создавать и искусственно. В обычном состоянии частицы газа электрически нейтральны. Но когда его атомы или молекулы теряют электроны, они превращаются в ионы. В общей своей массе такой газ все еще не имеет электрического заряда. Но его отдельные частицы становятся заряженными. А значит, могут двигаться в магнитном поле. В ионном двигателе инертный газ ионизируется с помощью потока высокоэнергетических электронов. Они выбивают электроны из атомов, и те приобретают положительный заряд. Далее получившиеся ионы ускоряются в электростатическом поле до скорости порядка 200 километров в секунду. Что в 50 раз больше, чем скорость истекания газа из химических реактивных двигателей. Тем не менее, современные ионные двигатели обладают очень маленькой тягой, около 100 миллионьютонов. Но у них есть серьезный плюс. Это большой удельный импус, который позволяет значительно сократить расходы топлива в двигателе. Для ионизации газа используется энергия, полученная от солнечных батарей. Поэтому ионный двигатель способен работать очень долго, до трех лет без перерыва. За такой срок он успеет разогнать космический аппарат до скоростей, которые химическим двигателям и не снились. К тому же ионы и двигатели уже не раз бороздили просторы солнечной системы в составе различных миссий. К примеру, зонт Deep Space 1 помог увеличить скорость на 5 километров в секунду. В будущем их планируют значительно улучшить. Сначала до 40 километров в секунду, а затем на сотни и на тысячи. Пятый проект. Речь пойдет о плазменных двигателях. Они развиваются еще с 70-х годов прошлого века. Принцип работы состоит в следующем. Достичь состояния плазмы можно лишь при высоких температурах. Поэтому в плазменных двигателях ионизированный газ разогревается до нескольких миллионов градусов. Разогрев осуществляется с помощью внешнего источника энергии, солнечных батарей или, что более реально, небольшого ядерного реактора. Горячая плазма затем выбрасывается через сопло ракеты, создавая тягу в сотни раз большую, чем в ионном двигателе. В отличие от ионных двигателей, плазменные в космосе еще испытаны не были, но с ними связывают большие надежды. Теоретически, корабль с массой 100 тонн с плазменным двигателем соответствующих размеров сможет разогнать его до 10 тысяч километров в секунду. Правда, за 317 лет. Да, это довольно долго и медленно. Люди столько не живут. Нам нужно нечто более мощное. Может быть, термоядерный двигатель? Шестой проект. Термоядерный двигатель. Укротить энергию термоядерного синтеза люди пытаются с середины 20 века, но пока что сделать это так и не удалось. Тем не менее, управляемый термоядерный синтез все равно очень привлекательный, ведь это источник громадной энергии, получаемой из весьма дешевого топлива, изотопов, гелия и водорода. Термоядерный реактор в таком двигателе будет представлять собой негерметичную цилиндрическую камеру размером от 100 до 300 метров в длину до 3 метров в диаметре. В камеру должно подаваться топливо в виде высокотемпературной плазмы, которая при достаточном давлении вступает в реакцию ядерного синтеза. Располагающиеся вокруг камеры катушки магнитной системы должны удерживать эту плазму от контакта с оборудованием. Зона термоядерной реакции располагается вдоль оси такого цилиндра. С помощью магнитных полей экстремально горячая плазма вырывается через сопло реактора, создавая огромную тягу, во много раз большую, чем у химических двигателей. Температура плазмы при термоядерном синтезе составляет не десятки тысяч, а миллионы градусов. Соответственно, теоретически удельный импульс при реакции диетерия и гелия-3 составляет 21 миллион 500 тысяч метров в секунду, то есть более 7% от скорости света, что потенциально позволяет разогнать межзвездный зонд до 30% от скорости света. Конечно, нужно оставить запас топлива на торможение, но и 10-15% световой скорости вполне достаточно для отправки аппаратов как минимум к нашим ближним соседям в звездной системе Альфа Центавра. А это уже кое-что. Можно быть уверенными, что с такими скоростями будет создана термоядерная маршрутка для полетов к планетам в нашей Солнечной системе. И, наконец, рассмотрим заключительный проект, граничащий с фантастикой. Речь идет о ВАРП-двигателе. Это гипотетическая технология, которая позволит кораблю, оснащенному таким двигателем, проделывать межзвездные расстояния со скоростями, превышающими скорость света. При этом корабль не разгоняется локально, даже до околосветовых скоростей, но, тем не менее, движется быстрее, чем плоская электромагнитная волна вакуума. Согласно представленной концепции, пространство за звездолетом будет со стремительной скоростью расширяться, толкая корабль вперед по прямой. Воздействия на время и пространство планируются при помощи очень сильных электростатических полей. Удивительно, но в настоящее время группы исследователей действительно работают над тем, чтобы искривить траекторию фотона, чтобы доказать возможность движения со сверхсветовой скоростью. Это весьма сложная и тонкая работа, требующая соответствующего оборудования. Так, лаборатория даже не касается Земли. Она расположена на специальных пневматических опорах, которые устраняют любые колебания почвы, влияющие на показания приборов. В теории, конечно, возможности варп-двигателя впечатляют. Ведь полеты к соседним звездным системам будут занимать всего месяца или даже недели. К примеру, до Альфы Центавра, удаленные от нас на 4,3 световых года, мы доберемся всего за 14 дней. Конечно, помимо источников энергии, проблемы также считаются частицы, ускоренные во время путешествия, которые ненароком могут быть запущены при торможении и уничтожать все живое, в том числе экипаж. Более того, есть вероятность, что замедлиться, как только вы начнете движение, будет уже невозможно. А значит, экипаж может погибнуть не только от старости, а по целому ряду причин. И все же математические выкладки и экспериментальные данные показывают, что у варп-двигателей может быть шанс. Если человечество будет развиваться в правильном ключе и объединившись, на самом деле поймет, какие цели перед собой ставить, то межзвездное путешествие возможно. Конечно, не в ближайшие сотни лет, но возможно. Для этого потребуется не только огромная скорость, но и нечто вроде ковчега для путешествий в космосе, который будет достаточно большим, чтобы поддерживать сообщество людей, растения и животных в полной и замкнутой экологической системе. И при этом он должен быть достаточно мал, чтобы разогнаться до относительно высокой скорости, тем самым уменьшив время воздействия космической радиации на путешественников и возможные поломки в ковчеге. Но для начала нам стоило бы создать и продемонстрировать устойчивую цивилизацию людей здесь, на Земле. И уже сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok